Кто сейчас ведется на уловки мошенников в интернете? Вопрос, которым задавалась Диана Жук, пока не стала одной из пострадавших. Хотелось сэкономить. Заказала оригинальные ботинки Dr. Martins через Instagram-магазин. Вроде и отзывы положительные, и цена приятная. Но изначально все как-то не заладилось. Кормили завтраками, меняли цену несколько раз. Как только я забрала ботинки, сразу видела, что это вообще не то, что мне обещали. Видно было, что это не оригинальная продукция, скорее всего, даже не кожаная продукция. И еще меня смутилось за меня сразу же. На почте я заплатила на 10 рублей больше, чем мне обещали, чем была заявленная сумма. Но я почему-то не отказалась, а сразу как бы заплатила больше. И оказалось, что зря, потому что потом я открыла и ввесила вот это непонятное. А когда по итогу товар оказался ненадлежащего качества, вернуть его казалось практически нереально. То предлагали обменять на другой, то просто не отвечали днями. Диане повезло. Свои деньги она смогла вернуть. Хоть и спустя несколько месяцев. Однако не всегда у таких историй счастливый финал. Технологии совершенствуются с невероятной скоростью и превосходят порой наше понимание. Именно здесь на сцену выходят киберпреступники. Они умело пользуются неопытностью и даже доверчивостью граждан. И не всегда это пожилые люди. Часто на удочку клюет и молодежь. Чаще всего звонят, представляются сотрудникам банка, просят предоставить реквизиты банковских карт, номер карты, срок действия, трехзначный код, который на обратной стороне карты написан, СМС-коды или так называемые сеансы авторизации, идентификационный номер паспорта, то есть вот эти вот необходимые данные для того, чтобы осуществить перевод денежных средств с счета на счет. К сожалению, самый распространенный не значит единственный. Способов вытянуть у человека деньги великое множество. И появляются все новые. С января по мае этого года количество киберпреступлений в Бобруйске увеличилось на 120%. В связи с этим в республике проходит декада кибербезопасности. Фейковые магазины, подставные сотрудники госорганов и банковские служащие. Опасность может подстерегать где угодно. Когда деньги уходят, вернуть их очень сложно. Также при передаче самой банковской карты, кому бы то ни было, продавцу в магазине или в баре официантов, он может этот код либо визуально сфотографировать, либо считать информацию с банковской карты путем считывания ее с магнитной полосы, нанесенной на ней. Поэтому никому не следует передавать карту непосредственно в руки. Если вы столкнулись с мошенниками, то обязательно сообщите об этом в соответствующие органы. Даже если вам удалось распознать преступника, на киберуловку может попасться кто-то другой. Также стоит проводить беседы со своими родственниками, независимо от их возраста, чтобы уберечь от подобной опасности. И, что важнее всего, сами будьте на чеку. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.